МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Оказывается, даже у болезни есть свои даты рождения. Та, о которой пойдет речь сегодня, была официально зарегистрирована 5 июня 1981 года Центром по контролю и профилактике болезней США. Так что темой нашего сегодняшнего разговора станет относительно молодое заболевание, которое, тем не менее, за неполных 40 лет после официального признания каких только мрачных титулов не удостоилось. Это и чума 20 века, и грозная тень человечества, чумная смерть, многие из статусов себя уже не оправдывают. Именно об этом поговорим сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По самой распространенной версии, это заболевание начало передаваться от животных, а именно от обезьян. И произошло это в 1926 году. СПИД начал распространяться с африканских стран, но до 30-х годов не давал о себе знать. А в 1959 году был зафиксирован случай, когда от него погиб мужчина, проживающий в Конго. Правда, медиками не было точно подтверждено, что смерть наступила именно из-за СПИДа. Через 10 лет у представительниц древнейшей профессии были выявлены симптомы, похожие на СПИД. Но и тогда все было списано на пневмонию. Только в 1981 году к пугающим симптомам отнеслись серьезно. В США удалось выявить более 400 носителей ВИЧ-инфекции, половина из которых умерла. Тогда ученым из Америки было системно описано новое заболевание, которое сегодня называют СПИД. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сейчас самое время представить нашего гостя. Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Николаевич Суетнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Каково общее количество зарегистрированных случаев заболевания в нашей Гомельской области? На 1 мая текущего года общее количество случаев 9798. Это за весь период эпидемического процесса, начиная с 1987 года. Чтобы не запутать наших телезрителей, с самого начала, наверное, в программе, нужно пояснить и расставить точки над «и». Потому что общее количество зарегистрированных случаев и количество людей с ВИЧ-позитивным статусом – это разные цифры и разный статус. Правильно? И да, и нет. Что касается цифр, то действительно они разные. Официальная статистика говорит о выявленных случаях, которые находятся в официальной статистике. А с ВИЧ-позитивным статусом, конечно же, людей больше. Почему? Потому что ВИЧ – это медленная инфекция, не сразу проявляется, и люди еще живут, не зная о том, что они ВИЧ-позитивные. А вот статус у них у всех одинаковый. Они все ВИЧ-позитивные. Между понятиями ВИЧ и СПИД часто ставят знак равенства. А с медицинской точки зрения это неверно. Почему? Действительно оно так. Почему? Потому что ВИЧ, вообще аббревиатура ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. А СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита человека, уже последняя стадия этого процесса. Есть понятие ВИЧ-инфекция. И в это же понятие входит понятие СПИДа, то есть как одна из стадий развития этого процесса. Вообще ВИЧ-инфекция – это медленный процесс, длительный процесс. Он характеризуется длительным течением. При этом поражается иммунная система, самая главная система организма человека, которая защищает нас. Ну, это одна из главных систем человека, которая защищает нас от всего вредного воздействия окружающей среды, в том числе и от возбудителей разного рода заболеваний. При ВИЧ-инфекции поражается также и нервная система. Если заболевание, если инфекция проходит несколько стадий и в итоге переходит на стадию СПИДа, то это заканчивается, конечно, плачевным результатом. В нашей области ежедневно выявляется 2-3 случая заболевших с ВИЧ-позитивным статусом. Это правильные цифры? Да, эта цифра на сегодняшний день верная. И вот такая ситуация, 2-3 случая, она стала последние где-то 7-5 лет. 5-7 лет. Вирус, проник в популяцию, в лекарства против него, пока еще не найдено. Но все-таки вот-вот мы ожидаем, что что-то наша медицина, наша наука нам преподнесет. Как вы лично считаете, есть ли такая перспектива? Вообще, в классическом понятии вакцина – это иммунобиологические препараты. Они существуют при разного рода инфекциях, есть вакцины. Смысл вакцины – вводится ослабленный возбудитель или убитый возбудитель, и иммунная система вырабатывает на этот возбудитель ослабленные антитела, то есть защитные антитела. Смысл здесь в том, что если человек столкнется с каким-то инфекционным заболеванием, вирус или бактерия попадет в организм человека, то, имея уже иммунную защиту, человек не заболеет. Здесь совсем при ВИЧ-инфекции совсем другое, совсем другая ситуация. Как я уже сказал, что вирус поражает иммунную систему. То есть он поражает саму основу выработки вот этих вот антител. Антитела вырабатываются, но они вырабатываются и не распознают вирус, как чужеродный агент, который попал в организм. И вирус внедряется в иммунные клетки, тем самым разрушая их и уменьшая количество антител. Да, я думаю, что все-таки будет разработан препарат, пусть он будет называться вакциной или еще что-то такое, но назовем его условно вакцина. Я думаю, что он будет сочетать в себе не только вот такие вот свойства, это будет, наверное, минимальное свойство. Но с другой стороны, он будет сочетать в себе еще и характеристики лечебного препарата. То есть он будет формировать с одной стороны иммунную защиту некоторую, а с другой стороны он будет оказывать терапевтическое воздействие, то есть лечебное воздействие уничтожать будет вирус. ВИЧ-спит на сегодняшний день. Это не только история болезни отдельно взятого пациента. Это значимая социальная проблема. Но для больших мегаполисов или небольших деревень этот вопрос стоит не с одинаковой остротой. В зависимости от локализации проблемы, какие стадии можно выделить в развитии ВИЧ сегодня? Всемирная организация здравоохранения по проблематике ВИЧ и в развитии вот этого эпидемического процесса определила три стадии. Это начальная, первая стадия, вторая стадия – это концентрированная, и третья стадия – это генерализованная стадия развития эпидемического процесса. Что значит начальная стадия? Ну, вирус попал в общую популяцию населения, но распространенность вируса, она не настолько высока, менее 1% среди населения. Причем среди населения мы знаем, что есть группы людей, которые, ну как бы, ну мы их называем группой риска, будем говорить так условно, хотя это не совсем правильно. То есть группы людей, которые рискуют, ведя несоответствующий образ жизни, это потребители инвестиционных наркотиков, это люди, использующие коммерческий секс, это мужчины, имеющие секс с мужчинами. Вот эти вот категории населения, они, ведя соответствующий образ жизни в настоящий момент, рискуют гораздо больше, чем… Больше подвергают себя. Подвергают себе риску инфицирования, чем все остальное население. Так вот, на начальных этапах, это начальная стадия, когда распространенность вот этого вируса иммунодефицита человека, даже в этих группах риска, именно в этих группах риска, менее 5%, а все остальное население, оно как бы не задействовано в эпидемическом процессе. Но если развивается ситуация дальше, эпидемический процесс, то он переходит в генерализованную стадию, когда распространенность вируса иммунодефицита человека среди этих групп риска уже более 5%, но вирус иммунодефицита человека еще не укоренился в общей популяции населения. И еще один критерий, который характеризует концентрированную стадию, распространенность вируса иммунодефицита человека среди беременных менее 1%, но среди беременных городских, не сельских. И если потом процесс развивается, он будет, естественно, развиваться, почему? Потому что эти же группы риска, они контактируют с общим населением, с общей популяцией населения, причем активизируется процесс контактов. И вирус, когда укореняется уже среди общей популяции населения, то есть он уже распространяется и половым путем в основном, и уже здесь группы риска не имеют того значения, которые они послужили как бы вот этим пусковым механизмом. То есть, хотя они и ускоряют процесс, но уже не настолько. Здесь уже срабатывают другие механизмы. Сексуальные отношения, это довольно частые отношения уже в общей популяции населения. И здесь уже распространенность ВИЧ среди населения более 1% в целом, а в этих группах риска это более 5% во всех группах риска, и распространенность ВИЧ среди беременных тоже уже более 1%. Вот это генерализованные стадии развития процесса. У нас такие территории, к сожалению, в Гомельской области есть, но от этого никуда не уйдешь. По роду своей деятельности вы наверняка располагаете информации применительно Гомельской области. Каковы основные пути инфицирования ВИЧ-спит и как изменилась ситуация за последние годы? Пути инфицирования, они не поменялись. Как и были, так и остались 3 пути инфицирования. Парентеральные через загрязненные наркотики, половой путь и вертикальные от инфицированной матери своему будущему ребенку. Единственное, что изменилось, это значимость этих путей. То есть один путь сменил другой. Если в 1996 году, когда возникла ситуация в Светлогорском регионе среди потребителей инфицированных наркотиков, основным путем был парентеральный путь, на него приходилось 95% инфицирования, то начиная с 2002 года на территории Гомельской области стал доминировать уже половой путь инфицирования. И вот по последним данным, он сегодня составляет 94%. Только лишь 5,9% составляет парентеральный путь инфицирования. Ну и вот 1,1% где-то сегодня все-таки составляет вертикальный путь передачи, но он пока что, мы не можем его коридным образом убрать. Как изменился социальный статус, если можно так сказать, инфицированного человека? Это по-прежнему преимущественно наркоманы, у которых на наркотик хватило, а на шприц нет. Да, действительно, социальный статус ВИЧ-позитивных людей, он изменился. Если, повторюсь, в 1996 году это были наркоманы, а возраст тогда основной был 19-25 до 30 лет. То есть это была в основном молодая группа населения, молодежь. Причем там были и школьники, и студенты. Была работающая молодежь, но именно молодежь до 30 лет. То сегодня 40%, повторюсь, составляют рабочие, 35% без определенного рода деятельности, где-то около 10% лица, которые находятся в местах лишения свободы, ну и все остальные отдельные, единичные проценты, это другие группы населения. Но вот среди рабочих и среди той категории, которая без определенного рода деятельности, практически в 100% случаев половой путь передачи. Вот сегодня какой социальный статус. И если сегодня сказать среднестатистический, да, будем говорить так, ВИЧ-позитивный житель Гомельской области. Это возраст 35-45 лет. В основном это работающие, причем социально обеспеченные, социально адаптированные группы населения. Конечно, некоторый процент составляют там одинокие, но в основном это обеспеченные и семейные люди. Вот в чем сегодня беда. ВИЧ перешел в эту группу населения. Синдром приобретенного иммунодефицита – это разрушение иммунной системы организма, защищающей его от инфекции. Как меняется болезнь с момента инфицирования, и какие варианты развития сценария возможны при таком диагнозе? Я бы сказал, что здесь возможны два варианта сценария развития вот этого инфекционного процесса. Я почему говорю два? То есть возьмем с лечением и без лечения. Без лечения, если вирус попал в организм человека, человек инфицировался, то без лечения человек, у него пройдут все стадии развития этого процесса, начиная от инкубационного периода, дальше идет латентная стадия, то есть человек не ощущает никаких проявлений и заболеваний. Потом идет стадия приспида, и стадия спида наступит обязательно. И на фоне всего этого прочего человек будет терять в весе, будут присоединяться вторичные заболевания, так называемые оппортунистические инфекции. Это туберкулез, который проявляется одним из первых, это герпетические проявления, это кандидозные, грибковые всякие поражения, это и разного рода опухоли, начиная от саркома капоши и ряд других опухолей. И в итоге, если я повторюсь, что без лечения, человек заканчивает, к сожалению, истощенным и погибнет от оппортунистических этих заболеваний. Если взять вариант развития, когда человек получает терапию, если эта терапия назначается ему своевременно, на ранней стадии, то в принципе человек может жить на стадии бессимптомной, поддерживая определенный уровень иммунной системы и довольно-таки долго и продолжительно жить. Есть случаи, в мировой практике, случаи, чтобы дожили до глубокой старости, это когда человек заразился, конечно, было ему лет 40 или 45. Но чтобы вот начиная с такого молодого возраста, еще таких наблюдений нет. Но все факты, ведется наблюдение и лечение, все факты говорят о том, что можно продолжительно и долго жить, принимая соответствующую терапию и слушая рекомендации врача. Ну вот так два варианта развития события могут быть, если без лечения и с лечением. Значит, человек должен быть информированным. Этим вопросом в Гомельской области занимается отдел профилактики ВИЧ-СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, который вы возглавляете. Как вы считаете, насколько грамотно и в достаточном ли объеме ведется работа, освещается эта тема? Ну, на отдел профилактики ВИЧ-СПИД нашего учреждения возложена основная, конечно же, функция по организации информирования, будем говорить так, мы и занимаемся и информированием, и организацией информирования. Так вот основная наша функция организовать правильное информирование по тем вопросам, которые мы сегодня обсуждаем, чтобы население знало, как передается, как не передается, как уберечься и какие могут быть последствия. Это, конечно же, основная задача. Насколько качественно и правильно, я считаю, что наши специалисты, квалифицированные специалисты, они все имеют категории, но здесь нужно сказать о другом. Мы работаем в правовом поле, мы работаем в рамках закона, и наша вот эта вот проблематика информированного населения, она и определена этими рамками закона. Будем говорить так, что есть сегодня закон, который был принят в 2012 году о предупреждении заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, запятая вируса и иммунодефицита человека, где одним из положений прописана организация противопедемических мероприятий. И вот в эти противопедемические мероприятия как раз и вписываются моменты информирования населения. То есть мы работаем в правовом поле. Чтобы правильно и достойно, доступчиво преподносить информацию населению, нами была разработана и утверждена область полкомом система информирования населения Гомельской области, которая трижды уже видоизменялась. Почему? Потому что ситуация, естественно, менялась эпидемиологическая, менялись контингенты, менялась направленность, куда нужно направить информационный этот поток и так далее. Ну и чем мы еще сегодня руководствуемся? Так это информационная стратегия, которая была утверждена на уровне Республики Беларусь в 2011 году. Вот эта информационная стратегия, она вообще изменила методику подачи информационных материалов, определила стандарты, которые мы должны, не только мы, а и все средства массовой информации, и все к этому, которые причастны, руководствоваться этой стратегией. То есть сегодня неправильно употреблять спид чума 20 века, сегодня неправильно говорить, это смертный приговор. Таким образом мы просто демонизируем эту проблему, и здесь идет стигматизация общества. Мы должны сегодня говорить, что это хроническое заболевание, что, ну и мы уже с вами говорили, что с этим можно жить и так далее, но в то же время нельзя потворствовать тому, что спид чуть ли не благо. Это тоже совершенно неправильно, поэтому вот во всем должна быть мера. Но на сегодняшний день я считаю, что все-таки информации у нас недостаточно. В каком объеме? Значит, взять общественный транспорт. Значит, да, на ряде маршрутов, допустим, в городе Гомель, я слышу иногда, когда есть информирование, но его мало, оно не на всех маршрутах, не на всех маршрутах автобусов и так далее. А почему бы, когда человек едет на работу, ему не послушать эту информацию? Ведь не зря французские ученые посчитали, что чтобы человек усвоил какую-то информацию, ему нужно в течение трех лет, трех лет, пять минут в день говорить одно и то же, и тогда у него это осядет на подсознательном уровне. Вот это вот один из моментов, но как мы можем сегодня достучаться до того же взрослого населения? Мы же с вами говорили, что это возраст уже 40 лет и старше и так далее. Поэтому я считаю, что вот здесь вот есть еще резерв, есть вот именно в плане информирования. А так, в принципе, информирование, оно налажено. Информация для того, чтобы после какой-то встречи, после какой-то статьи, какой-то программы люди пришли в центр для того, чтобы проверить свое здоровье? И потом самим решать, как о себе заботиться. Часто приходят после каких-то встреч? Вы знаете, в последнее время участились приходы, действительно, как вы говорите, после таких встреч. И это, наверное, все-таки, действительно, информирование срабатывает, информация срабатывает, та же статистика, те же цифры, которые мы ежемесячно публикуем на сайте, на нашем сайте, нашего центра гены. Можно найти любую информацию, появится в том числе и статистическую, разного рода примеры и так далее. Люди, наверное, начинают все-таки задумываться, уже, наверное, начинают думать о своем здоровье, но, как я сказал, что... Тем более, что возраст изменился. Если вы говорите, это были раньше школьники, они не столько задумываются о своем здоровье, они же думают, что у них все впереди. Да, но вы знаете, что на сегодняшний день школьники гораздо более образованные, чем мы с вами, взрослое население, и это подтверждает статистика. Если взять удельный вес выявленных возрастной категории 15-19 лет, это вот школьное, там, училище и так далее, то сегодня выявляемость, удельный вес среди выявленных ВИЧ-позитивных составляет всего лишь 0,8%. А возрастная категория уже-то пошла, 40 лет и старше сегодня, увеличилась в 7 раз. Сегодня это уже более 40-50% в этой же категории. Спасибо большое. А я напоминаю, что в гостях в нашей студии сегодня был Олег Николаевич Суетнов, кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог, заведующий отделом профилактики ВИЧ-спит, Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра и до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова